Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на воскресное собрание Московской Церкви Христа. Сегодня воскресенье и мы собрались вместе для того, чтобы поклоняться Богу в молитве и в пении, для того, чтобы прикасаться к Его Живому Слову через изучение Библии и проповедь, которую мы будем слушать, через причащение к крови и телу Христа. Я надеюсь, что сегодняшнее собрание вдохновит и побудит нас к лучшим, к хорошим изменениям. У меня есть риторический вопрос для вас. Каких друзей вы хотели бы иметь в вашей жизни? Верных или не совсем? Какого супруга вы хотели бы иметь на протяжении своей жизни? Еще вопрос, какое сердце бы мы хотели иметь перед Богом? И, наверное, самый главный вопрос. А знаем ли мы, как сохранить свое сердце верным перед Богом на протяжении всей своей духовной жизни? Я бы хотел представить новую серию проповедей под названием «Основание верности». Давайте прочтем первый отрывок из Библии на сегодня. Это первое послание Тимофею, первая глава, 12 стих. «Благодарю, давшего мне в силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Люди спрашивают, где взять силы. И мы читаем в Библии, что силы мы можем найти именно во Христе. И тоже Павел пишет это письмо своему другу и ученику Тимофею. И он говорит, что Христос признал его, Павла, верным. Не наши мысли, не наши чувства, не наши поступки, не наши мотивы делают нас верными перед Богом, но наша связь с Ним, наша связь с вечным живым Богом. Именно поэтому наша серия называется «Основание для верности». Мы не будем призывать к верности. Вначале мы будем говорить о том, какой Бог. С самого начала мы поговорим о верности Бога. И сегодня Алексей Журавлев будет об этом делать проповедь. Через неделю нас ждет следующая проповедь о том, как Христос был верный Богу. Потом мы поговорим о том, как Христос был верным своим ученикам. И в самом конце нашей серии мы поговорим о нашей верности Богу и друг другу. Я не знаю, как для вас, но для меня эта идея является очень вдохновляющей и очень мотивирующей. Я хочу иметь верных друзей. Я хочу иметь верную супругу и детей. Я хочу иметь верное сердце перед Богом. Я хочу быть в церкви, где каждый брат и каждая сестра верны на протяжении своей жизни. Но я сам при этом хотел бы учиться, а как мне сохранять свою верность и возрастать в ней. Именно этому будет посвящена наша серия проповедей. Давайте вместе обратимся к Богу в молитве. Отец наш небесный, спасибо за то, что ты собрал нас сегодня здесь. Спасибо за то, что ты находишься среди нас и в нас, в наших сердцах. Спасибо за то, что ты сотворил этот мир любовью. И ты содержишь этот мир любовью. Спасибо за то, что с первого дня и до сегодняшнего дня ты никогда не менял своего отношения к людям. Ты сотворил нас для вечности. И ты хочешь провести эту вечность вместе с нами. Ты создал нас для отношений с тобой и друг с другом. И ты ведешь нас для того, чтобы тренировать и учить, как отец тренирует и учит своих детей. Мы просим тебя сегодня, отец, сотвори в нас сердца живые, чистые и верные. Дай нам, пожалуйста, быть рядом с тобой, чтобы мы насыщались, и чтобы мы питались твоей силой, твоей любовью, твоей верой и твоей верностью. Дай нам, пожалуйста, быть похожими на Иисуса Христа. В Его имени мы возносили тебе эту молитву. Аминь. Эту песню мы возносим тебе, Пусть летит по земле, по всей земле. Аминь. Лишь с тобой мы смело смотрим в новый день. Над землей сияет свет, уходит страх, уходит сеть. Асана, Асана, ты наш Господь Спаситель. Славы достоин ты всей. Эта песня отклик сердца любви, твоей любви. Бог небесный, двери в царство открыл, Грехи простил. Аминь. Лишь с тобой мы смело смотрим в новый день. Над землей сияет свет, уходит страх, уходит тень. Асана, Асана, ты наш Господь Спаситель. Славы достоин ты всей. Асана, Асана, ты пребывай среди нас. Царствуй во веки, Иисус. Славы достоин ты всей. Грехи простил я, иисус. Лишь с тобой мы смело смотрим в новый день. Над землей сияет свет Уходит страх, уходит тень Асана, Асана Ты наш Господь, Спаситель Славы достоин ты всей Асана, Асана Ты пребывай среди нас Царствуй во веки, Иисус Асана, Асана Асана, Асана Асана Истинный свет Ты спустился на землю Очи мои просветим Дай мне узреть Твою славную силу Вечно в Твоей быть любви Ты моя надежда, Ты спаситель мира Пусть узнают все, что Ты мой Бог Я к Тебе взываю, пред Тобой склоняюсь Воспою величие Твое Царь всей земли Мир Тебя не достоин Ты принес смерть ради нас И через крест Своей кровью святою Ты нас очистил И спас Ты моя надежда Ты спаситель мира Пусть узнают все, что Ты мой Бог Я к Тебе взываю, пред Тобой склоняюсь Воспою величие Твое Мне не забыть, какой ценой Ты примириться смог со мной Мне не забыть, какой ценой Ты примириться смог со мной Мне не забыть, какой ценой Ты примириться смог со мной Мне не забыть, какой ценой Ты примириться смог со мной Ты моя надежда Ты спаситель мира Пусть узнают все, что Ты мой Бог Я к Тебе взываю, пред Тобой склоняюсь Воспою величие Твое Ты моя надежда Ты моя надежда Ты спаситель мира Пусть узнают все, что Ты мой Бог Я к Тебе взываю, пред Тобой склоняюсь Воспою величие Твое Добрый день всем и еще раз добро пожаловать на наше воскресное богослужение Меня зовут Журавлев Алексей Я рад приветствовать вас сегодня на нашем собрании Как вы уже поняли, мы начинаем серию уроков, где мы будем говорить о верности Даже не совсем о верности, а о нашей мотивации быть верными Богу Вообще верность очень важная тема и ценное качество близкого человека На этой неделе мы с женой отмечали 26-летие нашей совместной жизни Я очень благодарен Богу за нее За ее верность и любовь ко мне Больше всего в моей жизни любовь к Богу проявляется как раз через то, как она любит меня Я очень благодарен Богу за то, что не только я влюблен в нее вот уже 27 лет Но и она также влюблена в меня Я не могу проконтролировать ее верность Я не могу и не хочу заставить ее быть мне верной Но благодарен Богу за ее добровольную верность и любовь ко мне Я так рад, что моя жена не вынуждена быть со мной, но хочет быть со мной по доброй воле, потому что она меня любит, и я благодарен Богу за такой драгоценный подарок в моей жизни. Она мой самый близкий друг, помощник и родственник. Я очень счастлив и благодарен Богу за наши отношения. Но не только она верна мне, но и я ей. Почему? Почему я вообще женился на ней? Потому что я полюбил ее и захотел связать всю свою жизнь с ней и только с ней. Я безумно ценю наши отношения, дорожу ими и не хочу их потерять. Мне не нужно ничего другого, потому что у меня уже есть самое лучшее. Супружеские отношения это обещания, основанные на верности и любви. Мы сказали друг другу да и нет всем остальным. Мы посвятили себя друг другу раз и навсегда. Сейчас стал очень популярным так называемый гражданский брак. Сожительство друг с другом без обязательств и обещаний верности. Но семья без верности невозможна. Это гораздо больше, чем просто печать в паспорте. Мир сошел с ума, потому что он шутит о том, как кто-то кому-то не верен. На самом же деле измена и предательство это больно, а не смешно. Я вспоминаю историю, когда наши близкие друзья развелись. Это был шок для нас и удар. Мы не знали, как сказать об этом нашим детям. Как им объяснить то, что наши друзья больше не вместе друг с другом. Как отвечать на их вопросы. Как они больше не вместе. Почему? Разве они больше не любят друг друга. Но еще больше удар для детей, когда разводятся их родители. Верность очень важная тема и ценное качество близких людей. Без верности не может быть настоящей любви. Сегодня мы с вами будем говорить о верности, но не о супружеской верности, а о нашей верности Богу. В последнее время достаточно много моих знакомых говорят о своей мотивации или даже о потере своей мотивации для служения Богу. Как сегодня о своих отношениях с Богом чувствуете себя вы? Хотите ли вы быть Богом? Хотите ли вы служить Ему? Хотите ли вы быть Ему верными? Что побуждает вас служить Богу? Как вообще обрести желание и мотивацию для служения и верности? С одной стороны, немного стыдно говорить о потере своей мотивации или о своем нежелании служить Богу, потому что это показывает твою неверность. С другой стороны, Иисус сказал, если кто-то хочет, давай полную свободу выбора каждому человеку, так как насильно, мил, не будешь в любом случае. С третьей стороны, любые отношения периодически проходят проверку через различные кризисы и испытания, чтобы обрести более глубокое основание. Каждому человеку в своей жизни приходится самому иметь дело со своей верностью и со своей мотивацией. На наших же встречах мы будем с вами изучать Библию, чтобы понять то, что может быть настоящим прочным основанием нашей верности и Богу, и друг другу. Итак, с чего мы начнем? Давайте начнем с примера верности самых первых людей, которые жили на этой земле. Давайте прочитаем наш первый отрывок на сегодня. Это послание к евреям, 11 глава, с 4 по 6 стихи. Давайте его прочитаем. «Благодаря своей вере Авель принес Богу более угодную жертву, чем Каин. Благодаря своей вере он был превознесен как праведник, ибо Бог с одобрением принял дары его. И благодаря своей вере он все еще говорит, хотя и мертв. Благодаря своей вере Енах был вознесен к Богу, чтобы не увидел он смерти, и не могли найти его, потому что Бог взял его к себе. Ибо прежде своего вознесения получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры невозможно угодить Богу, ибо тот, кто предстает перед Богом, должен верить в то, что Бог жив и вознаграждает ищущих его». Здесь мы видим пример трех людей, двое из которых угодили Богу, а один нет. Авель, например, принес Богу жертву, которая была ему угодна, а Каин нет. Енах не увидел смерти, но переселился на небеса к Богу еще при своей жизни на земле, потому что он также угодил ему. Мы видим с вами, что самое первое проявление верности и праведности перед Богом – это жертва. Многие люди как раз и боятся того, что ради Бога придется чем-то жертвовать. Честно говоря, если ты кого-то любишь и хочешь быть кому-то верным, тебе обязательно придется ради него или ради нее чем-нибудь жертвовать в любом случае. Правда, если ты кого-то любишь, то эта жертва будет для тебя жертвой по доброй воле, а не по принуждению. Если ты кого-то любишь, ты хочешь жертвовать с радостью. Только подумайте, на что готовы влюбленные люди или любящие родители. Чем же тогда Каин не угодил Богу? Чего в его жертве Богу не хватало? Мы видим, что Библия очень ясно отвечает на этот вопрос. Авель и Енах угодили Богу прежде всего своей верой, без которой Богу угодить невозможно. Во что Бог хочет, чтобы мы верили прежде всего? Бог хочет, чтобы мы верили не только в то, что Он существует, но и в то, что Он благословляет тех, кто хочет быть с Ним. Что Богу не понравилось в этой жертве Каина без веры? Зачем Богу вообще нужны наши жертвы? Что Он от нас хочет? Бог хочет, чтобы мы знали и помнили, что все хорошее в нашей жизни приходит от Него. И чтобы мы были Ему за это благодарны. Бог против формальных и обрядовых жертв повинности и принуждения. Бог за жертвы благодарности и доверия. Бог не принял формальную верность Каина и принял искреннюю верность Авеля и Енаха. Бог против формальной верности, потому что Он хочет, чтобы мы Ему полностью доверяли, а не боялись Его. Бог не хочет жертв страха. Проверьте свою верность сегодня. Хотите ли вы чем-то жертвовать для Бога на самом деле и почему? Как вы жертвуете и какая ваша верность? Верность страха или верность доверия и благодарности Богу? Вы боитесь наказания Богу или доверяете Его благословениям и заботе? Итак, друзья мои, без веры невозможно угодить Богу. Поэтому нужно верить не только в то, что Он существует, но и в то, что Он благословляет ищущих Его. Вот почему самое первое основание нашей верности, о котором сегодня как раз и хотел поговорить, это наше полное доверие Богу. Каким образом мы с вами и почему можем полностью доверять Богу? Давайте сегодня с вами поговорим не о нашей верности, а о верности Бога. И давайте прочитаем отрывки из Библии. Это число 23 глава 19 стих и послание к Криминам 3 глава с 3 по 4. Число 23, 19. Бог не человек, чтобы ему лгать, не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? И послание к Криминам 3 глава, 3-4 стихи. Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Здесь Библия не просто говорит нам о верности Бога, но о верности Бога в отличии от неверности людей. Главная мысль нашего сегодняшнего урока заключает в том, что верность Бога как раз и не зависит от этой неверности. Почему мы с вами можем полностью доверять Богу? Ответ очень прост. Потому что Бог верен и потому что его верность не зависит от неверности людей. Вы знаете, как бывает трудно доверять Богу и людям, если ты когда-то доверял кому-то, а потом тебя предали или обманули. У каждого из нас наверняка был такой непростой жизненный опыт. Я помню, когда такое случилось в первый раз в моей жизни. Я был тогда подавлен, раздавлен, ошеломлен. Как же так? Ведь мы же друзья. Больше всего тогда меня расстроили не проблемы, которые мне нужно было решать одному, а неверность тех, кому я доверял. Именно с этих испытаний начался мой путь к Богу. Я задумался тогда о том, что если я никому не нужен, если всем все равно до меня, то зачем я вообще живу на этой земле? В чем смысл моей жизни? Как жить дальше? Для чего? Для себя, никому не доверяя, не обращая внимания на других людей? Я был не согласен тогда с этой правдой жизни. Мне это, правда, не нравилось. Так я стал грустным, одиноким, молодым человеком. Я недоумевал тогда. Неужели каждый сам за себя это то, как устроен этот мир? Я очень благодарен Богу за то, что Он другой и за то, что Его верность не зависит от неверности других людей. Когда наши дети были маленькими, я услышал учение о том, как родители могут помочь своим детям иметь веру в Бога. Для этого родителям нужно просто исполнять свои обещания. Я помню, когда моя дочь говорила, папа, ты же обещал! И действительно, как можно доверять тому, кто не исполняет своих обещаний? Если же мы выполняем свои обещания, то наши дети учатся тому, что доверие другим – это нормально. По крайней мере, доверие Богу. Я помню так же, как я учился тогда не только исполнять свои обещания, но и быть осторожным, чтобы не наобещать того, что не смогу потом выполнить. Кто-то посчитал, что Бог в Библии сделал около трех тысяч различных обещаний, которые Он всегда выполняет и которые Он не постеснялся даже записать. Таким образом, мы всегда можем доверять Богу, потому что Он всегда верен. Что же конкретно Бог обещает каждому из нас? В чем заключается Его верность нам? Мы, конечно, не сможем сегодня посмотреть все эти обещания Бога. Для этого вы можете сами изучать Библию, но сегодня мы посмотрим на некоторые из этих обещаний. И первый пункт нашего урока называется «Верность и любовь Бога». Давайте посмотрим отрывки из книги пророка Исаии. Это Исаии, 46 глава, 3-й, 4-й стих и 49 глава с 13-го по 15-й. Книга пророка Исаии. Исаии, 46, 3-й, 4-й стихи. «Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал вас и буду носить вас, поддерживать и охранять». И 49-я глава с 13-го по 15-й. «Радуйтесь, небеса, веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорит, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Здесь говорится о том, что Бог заботится о нас с самого зачатия и до самой смерти, а также о том, что Он никогда нас не бросит. Таким образом, мы всегда можем доверять Богу, потому что Он верен. «Вас когда-нибудь бросали?» Я помню, как, когда мне было 17 лет, одна девочка, в которой я был влюблен, бросила меня и разбила мне в сердце в первый раз в моей жизни. Я думал тогда, что моя жизнь закончилась и потеряла всякий смысл. Как вы, наверное, уже поняли, я был достаточно эмоциональным молодым человеком. Кроме того, мой папа развелся с моей мамой, когда я был еще очень маленьким, так что я его совсем не помню. И у меня был очередной удар, когда я об этом узнал. Разные люди в разное время меня бросали и предавали, но я очень благодарен Богу за то, что Он никогда не оставлял меня, но всегда был со мной рядом, даже когда я еще его не знал, грешил и отворачивался от него. Из-за своего плохого жизненного опыта иногда я сомневаюсь в верности Бога. И у меня возникает такой вопрос. Если люди вокруг меня бывают неверны, то почему Он верен? Давайте прочитаем отрывок из той же книги пророка Исаии, но на этот раз уже из главы 62, 4 и 5 стихи. Здесь говорится. Почему Бог верен? Ответ очень прост, потому что Бог любит каждого из нас. Я помню, когда я ухаживал за своей будущей женой и мечтал жениться на ней. Никто не заставлял меня на ней жениться. Я сам ее выбрал и ждал, когда она обратит на меня свое внимание и ответит мне взаимностью. Как же я был счастлив, когда она ответила мне «да». Здесь говорится о том, что Господь верен нам, потому что Он любит нас. Он сам нас выбрал по своей доброй воле и любви. Нам нужно просто поверить и довериться этой неожиданной радости в нашей жизни. Вот о какой вере Библия на самом деле говорит, без которой Богу угодить невозможно. Я хотел также поделиться с вами хорошей новостью об одной прекрасной семье. Семье Саркисовых, которые совсем недавно усыновили одного мальчика. Мы были свидетели этого процесса и то, через что им было необходимо пройти для этого усыновления. Как они молились Богу, чтобы выбрать его. Потом они молились, чтобы подготовить все необходимые документы. Потом, познакомившись с ним, они ждали, когда же уже будет возможность его забрать. Когда же они наконец его забрали, они все были так счастливы, что у них появился новый член семьи. И теперь они привыкают жить вчетвером. Я думаю, что этому мальчику очень повезло с тем, что, несмотря на то, что его когда-то оставили, у него появились такие замечательные родители и семья. Вы знаете, в нашей церкви есть достаточно много семей и учеников, которые в разное время усыновили и удочерили разных деток. Я очень благодарен Богу и тронут каждую отдельную историю усыновления. И горжусь всеми родителями, которые решили взять в свою семью нового человечка. Я знаю, что это огромная радость и для детей, и для родителей. Все эти истории похожи на то, как Бог себя чувствует о каждом из нас. Потому что Он долго ждал каждого из нас и был счастлив каждого из нас обрести. Ему не нужны никакие документы, а только наше доверие и желание быть частью Его семьи. Братья и сестры, мы становимся частью семьи Бога, и Он очень счастлив тому, что у нее появляется Его долгожданный и любимый сынок или доченька. Мы с Таней два раза ждали мальчика, но у нас две прекрасные девочки. И мы никогда в жизни не пожалели о том, что у нас именно они. Наоборот, мы не представляем себе жизни без них. Как бы мы жили без них вообще? Так же и Господь себя чувствует по отношению к каждому из нас. Он любит каждого из нас, ценит нас, дорожит нами и печется о каждом из нас. Мы всегда можем доверять Богу, потому что Он любит нас и поэтому нас никогда не бросит. Бог верен нам, потому что Он верный и любящий Бог. И Его верность не зависит от неверности других людей. Давайте продолжим изучать Библию о личности и характере Бога. И второй пункт нашего урока называется «Доброта и справедливость Бога». Вы знаете, у каждого из нас в Библии есть отрывки, которые нам бывает трудно принимать или с которыми мы не всегда даже согласны. Я хочу прочитать один из таких отрывков. Это послание к Римлянам, 12 глава, 17 по 21 стихи. Давайте прочитаем вместе. Римлянам, 12, 17 по 21. «Не воздавайте злом за зло, а заботьтесь о том, что есть добро в глазах всех людей. Насколько это зависит от вас, живите в мире со всеми. Дорогие друзья, не будьте мстительны, предоставьте это гневу Божьему». Ибо записано в Писании «Мщение принадлежит мне, я отплачу, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если он томится жаждой, напои его. Ибо если так будешь поступать, то заставишь его устыдиться. Не поддавайся злу, преодолевай зло добром». Не воздавай злом за зло. Или подставь другую щеку. Не только мне, но и многим другим бывает трудно принимать, соглашаться или следовать такому учению. Неужели Библия учит нас быть слабыми, бесхарактерными, мальчиками для битья? А как же мужское или человеческое достоинство? Где же справедливость вообще? «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это хорошая идея. Но как же быть с насилием? Где Бог, его верность, любовь, забота, защита, когда вокруг столько несправедливости? Как можно быть добрым к своим врагам? Разве это справедливо? Со мной в детстве произошла одна история. Когда в футбольной секции, где я тогда занимался, был один мальчик, который надо мной надсмехался. Это было не физическое, но эмоциональное насилие с его стороны. Я тогда был еще слишком мало, не знал, как постоять за себя. Потому что он играл лучше меня, и я думал, что он прав в том, что я неумеха. Я страдал, а не знал, как со всем этим справиться. Маме своей говорить об этом я не хотел, чтобы ее не расстраивать. К тому же я не хотел жаловаться или быть маменькин сыночком. А с Сочи у меня тогда не было близких отношений, поэтому я не знал, как к нему обратиться, потому что до этого мы с ним никогда ни о чем личном и сердечном не общались. Больше всего я тогда нуждался в том, чтобы кто-то меня защитил или вступился за меня. В этой же секции у меня был друг, который не вступился за меня, потому что физически мне тогда ничего не угрожало. Но он заметил, что я почему-то потерял свою уверенность. Тогда он поддержал меня и сказал, что со мной все в порядке. И я заново обрел уверенность в своих силах. И мы втроем, то есть я, мой друг и тот самый мальчик, стали лидерами нашей футбольной команды. Эта история внешне закончилась хорошо, потому что наша команда стала самой сильной во всем городе и даже в области. Однако эта история причинила мне боль и нанесла вред, потому что она научила меня тому, что я один должен справляться со своими проблемами. И что за меня на самом деле некому заступиться. Я вот думаю, что было бы, если бы я поделился тогда об этом кому-то из взрослых. Я точно не хотел бы, чтобы кто-нибудь из взрослых разговаривал бы с этим мальчиком и вступался за меня. Тогда я совсем бы потерял уважение в этой секции. Но я точно хотел, чтобы кто-нибудь из взрослых поговорил бы со мной и помог бы мне разобраться с моими собственными чувствами и сомнениями. Потому что я тогда чувствовал себя брошенным и одиноким. Где Бог, когда я страдал? Почему Он не вступился за меня? Вы знаете, наверное, стыдно мне жаловаться на Бога по таким пустякам, когда другие люди претерпели гораздо более сильное эмоциональное, физическое или, возможно, даже сексуальное насилие. И я искренне сочувствую каждому, кто это пережил. Но вопрос остается открытым. Где Бог, когда я страдаю? Почему Он не всегда вступается за меня? Давайте более внимательно посмотрим на то, что на самом деле написано в этом отрывке. И прочитаем еще раз 19 стих послания к Римлянам 12 главы. А также прочитаем еще один отрывок из послания к Евреям. Значит, Римлянам 12 глава, 19 стих еще раз. И потом послание к Евреям. Здесь говорится, дорогие друзья, не будьте мстительны, предоставьте это гневу Божьему. Ибо записано в Писании, мщение принадлежит мне, я отплачу, говорит Господь. И тогда послание к Евреям, 10 глава, с 26 стиха. Ибо если мы будем намеренно продолжать грешить, после того, как уже познали истину, то нечем будет больше искупать грехи, а останется только со страхом ожидать суда и адского огня, который поглотит тех, кто идет против Бога. Всякого, кто отрицал закон Моисеев, предавали смерти на основании показаний двух или трех свидетелей. Подумайте же, насколько более страшного наказания заслуживает тот, кто проявляет ненависть к Сыну Божьему, не признает священной крови нового соглашения, той крови, что осветила его, и оскорбляет духа милосердия Божьего. Ибо мы знаем того, кто сказал, мщение принадлежит мне, я отплачу. И еще сказал Бог, Господь будет судить свой народ. Страшнее страшного попасть в руки живого Бога. В этих отрывках приведена одна и та же цитата одного и того же обещания Бога. «У меня отмщение, я вас дам, — говорит Господь». А если Господь говорит и обещает, то он обязательно это исполнит. Здесь также говорится о том, что Бог будет судить свой народ. Бог очень добр ко всем людям, но если они произвольно грешат и не каются, не останавливаются в своих грехах, то их ждет справедливый суд и наказание. Бог терпелив, но и справедлив, потому он не оставит грехи без наказания, если грешники не захотят в них каяться и прекращать грешить. Страшнее страшного впасть в руки живого Бога, потому что Бог против насилия. Бог против безнаказанности, Бог против зла и страданий. У Бога отмщение, Он воздаст и будет судить каждого, если кто не оценит его доброту, милость и терпение. Иногда люди читают Ветхий Завет и удивляются, как они говорят, жестокости Бога, так как Бог тогда справедливо наказывал людей за их грехи уже при их жизни. Знаете, люди часто обвиняют Бога то в том, что Он наказывает, то в том, что Он не наказывает кого-то. Но Бог наказывал тогда людей для того, чтобы они испугались главного суда, который будет в конце жизни каждого из нас. Бог хотел тогда научить людей тому, что Он справедлив. И поэтому, если кто-то не остановится в своем упрянстве, злобе, грехах, то он не сможет избежать этого страшного и справедливого наказания. Еще царь Соломон сказал, что нескоро совершается суд на людскими грехами. Поэтому они и не боятся упорствовать в своем зле. Но справедливый суд Бога неизбежен. Я вспомнил еще одну историю, когда мы однажды послали свою дочку, она была еще младшей школьницей, днем в магазин, который находился в нашем доме. Я помню тогда, как она вернулась ни с чем в слезах и рассказала, что какая-то бездомная женщина отняла у нее продукты. Ух, как быстро мы с ней тогда спустились во двор, чтобы разобраться с этой женщиной. Я, конечно, проходил тогда через разные искушения. Но бить или наказывать эту женщину я не хотел. Я хотел только одного, чтобы моя дочь почувствовала мою защиту. Я хотел тогда показать ей, что она не одна в своих проблемах, что я в ее проблемах вместе с ней. На самом деле я не хотел забирать у этой женщины продукты, я только хотел, чтобы она извинилась перед моей дочкой. Но она тогда уже убежала. Знаете, Бог так же хочет, чтобы мы всегда доверяли Ему и чувствовали ее защиту. Этот мир жесток, поэтому мы все нуждаемся в защите и заботе Бога, чтобы как царь Давид в своем псалме в 117-6 стихе сказал, «Бог мне защитник, не убоюсь, что сделает мне человек?» И чтобы уповать на Бога, потому что еще Иисус сказал, что все наши волосы на голове защитаны. Почему же Господь не разбирается со всеми Своими обидчиками и обидчиками своих детей сразу и на месте? Давайте прочитаем сразу два отрывка из Нового Завета. И когда мы будем читать, давайте обратим свое внимание не на то, что Иисус говорил о людях, а на то, что Иисус говорил о Боге. Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 по 45 стихи. Здесь написано, «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Здесь же Луки, 6 глава, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете вы сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым». Бог обязательно будет судить весь мир, но Он не хочет никого наказывать, потому что Он добр, даже к неблагодарным и злым. Бог не только справедлив, но и добр, поэтому Он дает всем людям время, чтобы покаяться в своих грехах и прийти к Нему. Чему все это должно нас научить? Ну, во-первых, тому, что мы должны полностью доверять суду и справедливости Бога, потому что Бог обязательно накажет тех, кто не раскается в своих грехах. Во-вторых, потому что мы тоже должны быть добрыми к своим врагам и обидчикам, и молиться за них, чтобы они могли покаяться в своих грехах и избежать справедливого суда и наказания Бога. Нам не нужно никого судить, потому что Бог судья, и Он обязательно будет всех судить. Нам нужно молиться за всех и быть добрыми, даже к тем, кто этого не заслуживает, в надежде на их покаяние и спасение, потому что суд Бога неизбежен. Вы знаете, этот отрывок меня очень вдохновил, так как он помогает мне доверять милости Бога, чтобы не жить самому в постоянном страхе перед Божьим наказанием, потому что Бог добр даже к неблагодарным и злым. Бог добр, терпелив и не наказывает тут же и сразу, потому что не хочет наказывать, но всегда прощает каждого, кто хочет каяться в своих грехах. Бог справедлив и милостив одновременно, поэтому Он не хочет, чтобы мы, как здесь написано, любили своих друзей и ненавидели своих врагов. Из-за того, что мы, к сожалению, часто грешим друг против друга, мы можем очень быстро из друзей друг друга превращаться во врагов. Бог не только справедлив, но и милостив, поэтому Он хочет, чтобы мы не мстили и не наказывали, но прощали друг друга, как Он прощает каждого из нас. Таким образом, можем доверять Богу, потому что Он верен и любит нас. Мы также можем полностью доверять Богу, потому что Он добр и справедлив. Бог обязательно накажет тех, кто не раскает в своих грехах, но Он также обязательно простит тех, кто признается в них и перестает грешить. Слава Богу, не только за Его справедливость, но и за Его доброту и милость. Итак, мы с вами можем полностью доверять Богу, потому что Он достоин доверия, потому что Его верность не зависит от неверности людей. У меня на сегодня остался только один вопрос. Если Бог такой верный, добрый, справедливый, любящий, то почему же людям все равно бывает трудно Ему доверять? Вот у меня к вам вопрос. В какого Бога вы верите? В доброго, верного, любящего, заботливого, справедливого или в злого, эгоистичного и равнодушного? От чего вообще это зависит? Почему иногда бывает легче верить в злого Бога, чем в доброго? Давайте вместе прочитаем наш последний отрывок. Это Евангелие от Матфея, пятая глава, восьмой стих. Итак, Матфея, пятая глава, восьмой стих. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что здесь написано? Кто на самом деле блажен и почему? И блажен, кстати, это значит счастлив и благословлен. Таким образом, кто же на самом деле счастлив и благословлен? Почему это блаженство или счастье людей заключается в том, чтобы видеть и знать единственного истинного Бога таким, какой Он есть? Вы знаете, настоящее счастье и блаженство заключается в том, чтобы знать единственного истинного Бога таким, какой Он есть, потому что, если мы знаем истинного Бога, то можем доверять Ему, потому что Он добр, справедлив, верен и любит нас. Кто же тогда может видеть и знать единственного истинного Бога, чтобы быть блаженными? Иисус сказал здесь чистые сердцем. Что это значит? Почему именно чистые сердцем увидят Бога? Дело в том, что Библия неспроста говорит нам не просто о верности Бога, но о верности Бога, не зависящей от неверности людей. Потому что неверность людей влияет не только на наше доверие людям, но и на наше доверие Богу. Неверность и предательство людей откладывают отпечаток на наших сердцах, и мы ожесточаемся. Наши сердца становятся твердыми, так что мы перестаем доверять своей жизни не только людям, но даже Богу, Его Слову и Его обещаниям. Мы становимся циничными и, огорчаясь и ожесточаясь, начинаем рассчитывать в своей жизни только на самих себя. Пророк Еремия сказал, что проклят человек, надеющийся на человека, но блажен, то есть благословленный, счастлив человек, надеющийся на Господа. Блажен человек, чистый сердцем и надеющийся на Бога, а не на себя. Вы знаете, это глупо и нелогично и несправедливо не доверять верному Богу из-за неверности кого-то из людей. Но эта неверность доставляет нам боль и разбивает наши сердца. А потому мы обижаемся, закрываемся и начинаем видеть мир и даже Бога в черном свете. Вот почему, если мы не доверяем верному Богу, то уже нам нужно покаяться в своих обидах, разобраться с своей болью, чтобы не обвинять святого Бога в чужих грехах. Некоторые люди, особенно мужчины, говорят, что они не обижаются, потому что это глупо. Они говорят, что просто делают выводы и взрослеют. На самом же деле, недоверие Богу и ожесточение сердца – это не взросление. Это обман дьявола, который хочет исказить нашу картину Бога. В какого Бога верите вы сегодня? В доброго, верного, любящего, заботливого, справедливого или в злого, эгоистичного и равнодушного? Возможно, вам не повезло в жизни, и вы столкнулись с неверными, жестокими людьми, но верность Бога не зависит от неверности людей. Проверьте свое сердце сегодня. Каким вы видите Бога? Если вы не видите Бога добрым, верным, заботливым, любящим, справедливым, то раскатитесь в своих обидах, разберитесь со своей болью, потому что только чистые сердца увидят Бога таким, каков Он есть. Блаженны чистые сердцем, потому что они могут полностью доверять Богу. Самое первое основание нашей верности Богу – это наше полное доверие Ему. Друзья мои, без веры невозможно угодить Богу. Поэтому давайте разберемся в своих обидах и будем полностью Ему доверять, потому что Он добр, справедлив, верен, любит нас, потому что Он достоин нашего доверия, и потому что Его верность не зависит от неверности других людей. Давайте в своей жизни будем полагаться на Бога, а не на себя. А сейчас у нас будет причащение. Причащение – это время, когда мы все вместе вспоминаем Иисуса и то, что Он сделал для каждого из нас. Сегодня на причащении я хотел бы поговорить о примере Христа и о том, как Он полностью доверял Богу, как своему Отцу, независимо от обстоятельств. Во время своей жизни и служения Иисус часто встречал сомнения людей и их недоверия Богу. Очень интересно также изучать о том, как Он к этому относился. Иногда Иисус удивлялся тому, что кто-то не доверяет Богу. Иногда его расстраивало то, что Он уже так долго вместе с своими учениками, они до сих пор сомневаются в Боге. Самое же главное проявление веры Иисуса мы можем видеть в самый трудный момент Его земной жизни – перед распятием и во время Него. Апостол Петр тогда пытался защититься своими собственными силами и ножом отсек ухо одному из стражников, которые пришли тогда, чтобы арестовать Христа. Иисус же исцелил этого стражника и сказал Петру, что Он мог бы попросить защиты у Бога Отца, и Он мог бы очень быстро разобраться со всеми этими злыми грешниками, которые несправедливо Его осудили и казнили. Но Иисус добровольно пошел на эти страдания ради прощения чужих грехов. Самый трудный момент, когда Иисус уже висел на кресте и безумно страдал, подошли какие-то люди и сказали Ему, «Ну и где же твой Бог? Почему же Он не спасает тебя, раз ты на Него полагался всю свою жизнь?» Это было очень обидно и сделало Его страдания еще более болезненными. Но эти люди не понимали на самом деле, что происходит тогда и почему. Как Иисус себя чувствовал на кресте? Как Он смог через все это пройти? Давайте посмотрим, о чем Иисус говорил с Своими учениками во время последнего ужина перед Его распятием и перед тем, как они все оставили Его, потому что этот отрывок как раз и отвечает на этот вопрос. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 16 главу, с 29 по 32 стихи. Иоанна, 16, 29. Ученики сказали Ему, «Послушай, вот сейчас Ты говоришь понятно о непритчами. Теперь мы знаем, что Тебе все известно, и Тебе известны вопросы прежде, чем их зададут. И потому мы верим, что Ты пришел от Бога». Иисус спросил, «Теперь Вы верите? Послушайте, приближается время, оно уже настало, когда все Вы разойдетесь в разные стороны. Каждый вернется к себе домой, и Вы все покинете Меня. Но Я не одинок, ибо Отец Мой со Мной». Иисус сказал, что будет время, когда Вы все разбежитесь к себе домой и покинете Меня, но Я не одинок, потому что Отец Мой со Мной. Во время самых сильных страданий в жизни Христа никого из людей рядом с Ним не было, ни Его друзей, ни Его учеников. Но несмотря на это, Он не был одинок, потому что Его Отец был с Ним рядом всегда. Его Отец был всегда Ему верен. Перед распятием Иисусу было очень трудно, и Он молился Богу, чтобы Он дал Ему сил через все это пройти. И Бог дал Ему сил, и не оставил Его одного, но прошел весь этот путь вместе с Ним до конца. Я очень благодарен Богу за Христа и за Его жертву за наши грехи, благодаря которой мы все можем быть прощены и приняты Богом. Я очень благодарен Богу за Христа и за Его подвиг ради каждого из нас. Но также я благодарен Богу за пример Иисуса в Его вере и доверии Богу. Я благодарен за то, что несмотря на то, что все Его близкие оставили тогда, Иисус верил, что Бог, Его Отец, не оставлял Его никогда. Ему не всегда было легко в это верить, и поэтому Его первый крик на кресте был, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Но Бог никогда не оставлял Его на самом деле, потому Иисус умер со словами из другого псалма на своих устах. «Отец, в руки Твои передаю Дух мой». Иисус сохранил свое сердце чистым перед Богом, а потому всегда видел Бога рядом с собой таким, каков Он есть на самом деле, доброго, справедливого, любящего и верного Отца. Давайте будем помнить то, через что Христу пришлось пройти ради нас, чтобы мы могли быть спасены, прощены и усыновлены Богом. Давайте будем помнить то, что Иисус сделал это из-за того, что Бог любит каждого из нас. Будем помнить то, что Иисус сделал ради нас, чтобы мы могли также доверять Богу и быть Ему благодарными. Давайте будем помнить об Иисусе и будем подражать Его вере и Его полному доверию Богу. И давайте будем причащаться и молиться. отец наш на небесах огромное спасибо тебе за спасение и прощение грехов спасибо тебе за то что ты всегда рядом даже если мы так себя не чувствуем и прости нас когда мы в этом сомневаемся помоги нам иметь чистое сердце чтобы видеть тебя таким каков ты и какой то есть как иисус тебя видел несмотря на свои страдания спасибо тебе за твою доброту любовь справедливость и милость ко всем нам помоги нам пожалуйста полностью тебе доверять потому что ты достоин доверия и потому что твоя верность не зависит от неверности людей спасибо тебе за христа и за его верность тебе и нам спасибо тебе за его тело из-за его кровь который он отдал и пролил за нас мы тебя очень любим ценим славим и благодарим во имя иисуса христа аминь а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Друзья, наше собрание подходит к концу. Я надеюсь, что оно для вас было вдохновляющим и ободряющим. Пожалуйста, не забудьте подписываться на наш канал и ставить лайки, потому что это помогает этому видео быстрее распространяться в сети интернет. В конце трансляции вы увидите вопросы для обсуждения в малых группах и друг с другом. Это поможет нам лучше узнать друг друга и лучше усвоить то, что мы слышали. В завершении мы увидим объявление. Пожалуйста, будьте внимательными. Я хотел бы пожелать вам прекрасной духовной недели с Богом и друг с другом. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!